Сегодня наш телевизионный день в Челябинске, точнее даже в Чебаркуле уже, мы уже доехали до Чебаркуля, завершается. И сейчас мы в гостях у замечательного исследователя, которого знает, наверное, уже вся страна. Я говорю о Алексее Пангуриеве. Алексей, добрый вечер. Так вот скажи, пожалуйста, была ли все-таки война 200 лет назад или не была? Война не 200 лет, а 170 лет назад, конкретно с период 1841 по 1843 год. Но дата эта датируется внешними источниками и по артефактам, которые находятся в земле. То есть это можно обосновать, посчитать, достать, и то есть материально доказательство найти. А вот тогда такой вопрос. А могут подобные же события, насколько я понимаю, война, естественно, любые войны, они здесь создаются искусственно. Причем, как правило, как ты говоришь, с применением третьей силы. Может что-то подобное в ближайшее время произойти? Потому что сейчас, честно говоря, напряженность очень большая в мире. На данный момент есть информация о том, что, ну, скажем так, на земле работает в том числе третья, но наша сила. В том числе есть информация о том, что уничтожено большое количество подземных городов, ну, скажем, назовем их паразитов, в том числе в Америке, в Латинской Америке и так далее. То есть паразитам, которые готовы были здесь развязать третью мировую войну, было показано, что спрятаться им нигде невозможно. То есть не получится. Поэтому, судя по тому, как они потеряли определенные структуры управления, то есть у них перестали получаться многие вопросы, указывать на то, что, скажем так, верхний шалом власти уже у них утрачен полностью, а исполнительные на местах продолжают исполнять то, что им было предписано. Но так как они знают только частную картину, поэтому пытаются развязать войну, но это не получится. Может быть, получится, допустим, какая-то локальная, какая-то... Ну, то есть, получается, опасаться в ближайшее время особо нечего. Ядерные? Ядерных, скорее всего, нет. Это однозначно, почему? Потому что, ну, насчет того, что мы ее не переживем, и не переживем по такой причине. Если сменить процентное содержание кислорода всего на 2% в воздухе, мы перестанем быть как разумные существа. Достаточно. А в ходе ядерной войны происходит такой момент, как соединение азота и кислорода. То есть, образование там веселяющего газа, потом оксида азота 2-х валент, потом 4-х валент, потом 5-ти валент и так далее. Все это в виде азотной кислоты падает на землю. В результате чего количество кислорода снижается, мы просто перестанем быть разумными моментально, буквально на следующий день. Даже если те люди, которые не попадут в кислорода, то есть у людей на землю просто не останется. Тот, кто выживет, будет просто животным. И последний вопрос, тоже очень важный. Последние вот 10 лет раскрывается очень много таких исторических тайн, просто возникают исторические санкции. Как это, думаю, с чем это связано? С тем, что у нас сейчас активно развиваются средства коммуникаций, социальные сети. Просто действительно много информации попадают к людям, они начинают анализировать. Или это какая-то зеленоправленная программа, чтобы, знаешь, как говорят, пробудить сознание людей? Нет, в первый момент есть определенные вбросы и, к сожалению, негативные. Но главная причина – это действительно наличие интернета, наличие новых коммуникаций и возникает такое явление, как коллективный разум. Когда огромное количество людей начинает отдельные факты искать, потом в кучу собираются, происходит определенное состояние. Так мы работаем. Коллективный разум, в общем, создав такой. Реальный коллективный разум, по-другому никак. Как раньше называли, мозговой штурм возникает. Да. Ну что, нашим тогда уважаемым зрителям новых встреч с интересными исследованиями Алексея Кангурова оставайтесь с нами. Как говорят, ставьте лайки. Ставьте лайки, смотрите видео. Всего вам доброго.